Двусторонние отношения Здесь не только вещи первой необходимости, есть и мягкие игрушки Удар гонга в городе проходит первенство по боксу Ребятам не хватает боевой практики Старта впереди, республика впереди, ее никто не отменит Что на кону? А также обновленный проект, сладкий экспорт и новогодний экспресс Белжиде запустит дополнительные поезда, на какие числа планировать уикенд Движение в общем направлении Александр Лукашенко Встретился с председателем Государственной Думы России Президент сразу же отметил, отношения стран наконец-то развиваются открыто, принципиально и честно В свою очередь Вячеслав Володин подтвердил, государство действительно единомышленники Спикер Госдумы добавил, дружба это улица с двусторонним движением Здесь всегда нужно слышать и учитывать мнение каждого Это и делают Минск и Москва Что касается президента России, мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации Планируем наши действия на перспективу Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты То, что происходит сейчас и определим, по крайней мере, наше будущее на предстоящий год Думаю, что и другие главы государств постсоветского пространства к нам присоединятся Так что вы не переживайте за Беларусь Мы пока здесь держимся, у нас есть хороший пример Как сейчас в России говорят, держатся, там они как Брестская крепость Хороший пример В столице также прошла сессия парламентского собрания Беларуси и России Президент встретился с губернатором Астраханской области Александр Лукашенко пообещал помочь региону в любых сферах, где это возможно От строительства жилья до ремонта дорог Взамен лишь понадеялся на взаимовыручку От питьевой воды до детских игрушек В Бобруйске собирают гуманитарную помощь для беженцев на белорусско-польской границе В пункты приема неравнодушные приносят продукты и теплые вещи Карина Угревич о том, как внести свою лепту Бобруйск славится неравнодушными жителями Анна Швед знает об этом не понаслышке Волонтер уже несколько недель собирает гуманитарную помощь для беженцев на белорусско-польской границе Сейчас, признается, девушка больше всего не хватает питьевой воды, нужны и продукты Всегда можно связаться со мной по телефону, здесь меня всегда не бывает Я приезжаю сюда только по факту, по звонкам Здесь можно на Шмидта три, кому удобно Звонят много, большинство, конечно, приносят одеждой Но на данный момент одежды собрано предостаточно Поддержкой мигрантов занимается и Красный Крест Сюда горожане приходят с коробками и пакетами чуть ли не ежедневно Одни приносят одежду, другие продукты Лапшу быстрого приготовления, крупы, консервы, хлеб и сладости Помогают в меру своих возможностей Протянуть руку готов буквально каждый За полторы недели собрали несколько коробок Здесь не только вещи первой необходимости Есть и мягкие игрушки Для детей это хоть и маленькая, но радость Важнее всего теплые вещи Обувь, куртки, шапки, перчатки и шарфики Нужны также, отмечают волонтеры, одеяло и подушки Пункты приема расположены в Ленинском и Первомайском районах На социалистическую 76 гуманитарку можно приносить с 10 до 3 На проспекте строителей 60 добродетелей ждут с 15 до 19 Благотворительные акции подключились практически во всех уголках страны Сложно сегодня сказать, насколько долго это затянется Проблема родилась ни сегодня, ни вчера с беженцами Поэтому наш долг помогать этим людям И наши люди, белорусы, проявили лучшие человеческие качества Собирая самые необходимые и вещи, и продовольствия Выезжая непосредственно туда Тем временем на границе беженцы находится уже 25-й день Свыше 1800 человек вернулись домой рейсами из Минска Остальные не теряют надежду на лучшую жизнь На днях мужчины, женщины и дети столкнулись с первыми ночными заморозками В самом транспортно-логистическом центре поддерживают максимально комфортную температуру Здесь же открыли медпункт, парикмахерскую и баню За безопасностью следят сотрудники МЧС, в круглосуточном режиме дежурят врачи Планируется, что машина с гуманитарным грузом из Бобруйска Поступит сюда где-то через неделю Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360 Общественное обсуждение, прибыльная кондитерка и онлайн-консультация Нотариусы бесплатно ответят на вопросы жителей Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Проект обновленной конституции Беларуси опубликуют до Нового года Референдум по ней планируется провести в 20-х числах февраля Об этом Александр Лукашенко заявил во время интервью с Дмитрием Киселевым Впереди беларусов ждут еще общественные обсуждения В Беларуси в этом году произвели практически 95 тысяч тонн кондитерских изделий На экспорт реализовано почти 18 тысяч тонн сладостей Выручка порядка 50 миллионов долларов Наше государство поставляет продукцию в 28 стран Среди новых рынков Афганистан, Ирак, Малайзия, Румыния и Сербия Нотариусы Беларуси 3 декабря будут консультировать бесплатно В этом году республиканская благотворительная акция Приуроченная к празднованию Дня юриста пройдет в онлайн-режиме Участие в ней примут все нотариальные конторы и бюро страны В стране планируют создать более 16 объектов по сортировке и переработке отходов По данным прошлого года на одного человека в среднем пришлось 430 килограммов мусора Сейчас способы обращения с ПТОР сырьем постоянно совершенствуются За последние пять лет расширена и модернизирована система раздельного сбора На Белжиде запустят дополнительные поезда в предпраздничные дни С 27 декабря по 9 января по популярным направлениям будут курсировать 67 составов В первую очередь они свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Комунарами и Оршей Бобруйск занесло снегом, город накрыл циклон, МЧС предупреждает об опасности Возможно отключение электроэнергии в населенных пунктах, а также затруднение движения транспорта Увеличивается вероятность повреждения или обрушения конструкций, кровель зданий, падение деревьев и риск получения травм Также возрастает количество аварий Утром на Гоголя столкнулись две иномарки, благо обошлось без пострадавших Непогоду на улицу выходит спецтехника, дорожники просят водителей не препятствовать уборке Завтра в Бобруйске ожидается небольшой дождь, температура от минус 3 до плюс 3 градусов В страну похолодание придет на следующей неделе, столбики термометров могут опуститься до минус 8 Отправить в нокаут в городе проходит первенство, посвященное памяти ветеранов букса На ринге за звание сильнейшего борются свыше 100 юношей из Бобруйска и Могилева О сильных телом и духом Татьяна Горбач 13-летний Артем Шеленговский на ринге 7 лет За это время спортсмен провел 18 боев, в 16 одержал победу Упорные тренировки 5 дней в неделю, работа над собой и серьезное отношение к боксерскому мастерству принесли свои плоды Вот и в этот раз соперник отправляется в нокдаун Решение судей – досрочная виктория, единогласно Соперник был хороший, разобрался спокойно и выиграл Тренинг высказывал, пускал убить в живот, в голову, по корпусу, лево-влево-право и в живот, повторять разные атаки Первенство, посвященное памяти ветеранов бобруйского бокса, проходит в городе уже в пятый раз Звание сильнейшего на ринге оспаривает 101 юноша В трех раундах мальчики от 10 до 13 демонстрируют тактику ведения боя, навыки защиты и точность ударов Наш город представляют воспитанник Кишинника и Бобруйска из Дюшора Последняя по решению Всемирной Федерации бокса в этом году признана лучшей спортивной школой в Беларуси Главный критерий отбора – участие и, конечно, победы в крупных международных соревнованиях От чемпионата Европы до Олимпийских игр в Токио Сейчас в нашей республике из-за тяжелой эпидемиологической обстановки отменяется много соревнований И ребятам не хватает боевой практики Старта впереди, республика впереди, ее никто не отменит А ребятам именно на таких вот турнирах набираться опыта, повышать свое мастерство и проводить работу над ошибками Первенство по боксу продлится вплоть до 3 декабря Победители получат прямую путевку на республиканский турнир Ну а Артема Шеленговского – грандиозные планы на будущее Он, как и его кумир, бобручанин Александр Родионов Мечтает представить Беларусь на главных стартах четырехлетия И сразить сильнейших боксеров планеты Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобрыск, 360 В репертуаре Алиса и Леучик Лена Легендарная рок-группа «Солнечная сторона» подтвердила звание народного коллектива Такой статус музыкальный бенд получил еще в 2018 С того момента состав существует на базе Дворца искусств Но звание необходимо подтверждать каждые три года У нас есть группа ВКонтакте «Солнечная сторона» Так и называется Там можно послушать практически все песни Еще новых мы не записывали, но там есть уже На сцене Дворца искусств разлучали 12 композиций Среди них две премьерные – «Песни медленные, как снег» и «Холодный ветер» Конечно, здесь не обошлось и без всеми любимых хитов Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok